Кажется, даже от взгляда на этот конвейер становится сладко во рту. Здесь делается знаменитая на всю страну филимоновская сгущенка. Её до сих пор признают эталоном на выставках, хвастаются на предприятии. Всё дело в рецепте. Мы сначала жидкое молоко сухонное разливаем в банку, потом варим. По моим сведениям, так никто не делал. То есть это та сгущенка, которую варили раньше в Сокурске дома. На филимоновском молочно-консервном комбинате побывал губернатор края Александр Рус. Он посмотрел, как завод работает в период эпидемии коронавируса. Пока школы и детские сады закрыты, потребление молока по всему краю заметно упало. И производителям пришлось частично переориентироваться на его переработку. Кроме молока, здесь производят почти сотню видов продукции. Сгущенку, сметану, сливки, творог, йогурт, сливочное масло, кефир. Вся продукция высшего класса. Например, в творожную массу здесь добавляют только натуральный чернослив. Качество товаров губернатор решил оценить самостоятельно. И закупился в фирменном магазине при заводе. Очень вкусная вареная сгущенка. О, давайте вареную. И масло шоколадное возьмите. Филимоновский комбинат перерабатывает до 360 тонн молока в сутки. Они лидеры в крае. Кормят еще и соседние регионы. Иркутскую, Новосибирскую и Амурскую области, Хабаровские, Приморские края. На завод поступает сырье сельхозорганизации из более десятка районов края. Но объемы производства можно еще увеличить. Для этого у комбината есть резервы. В 2019 году при поддержке краевого бюджета филимоновцы приобрели резервуар и пастеризационную охладительную установку. А также машины для доставки молочного сырья. Сегодня мы можем говорить о том, что Филимонова действительно столица молока Красноярского края. И что очень важно, это дает жизнь не только крупным хозяйствам, которые сюда привозят на переработку из разных районов, даже из Шушенского. Но в том числе и мелкотоварному производству. Поэтому мы безусловно будем поддерживать этот комбинат и подтягивать социальную инфраструктуру для того, чтобы жило не только производство, а прежде всего люди, которые так или иначе связаны с этим. Губернатор подчеркнул, поддержка селян это приоритет краевой власти. На эти цели в регионе выделяется более 6 миллиардов рублей. Результат – рекордная урожайность от Урала до Дальнего Востока. Но и сам Филимоновский комбинат помогает людям в период коронавируса. Он одним из первых присоединился к движению «Наши люди» и стал бесплатно раздавать нуждающимся семьям свою продукцию. Более 3,5 тысяч банок сгущенки и 5 тысяч пакетов молока.